всех приветствую на своем канале и обзорное видео немножко покажу своих орхидей которые у меня зацвели впервые началась весна и такая красота у меня сейчас цветет вот такой первый цветок у арангиса покупался он два года назад маленькой деткой и вот наконец-то расцвел его цветонос появился в конце осени и всю зиму он спал остановился в росте но как пришла весна как появились первые лучи солнца стали попадать на него и тепло пришло он начал хорошо растить цветонос и появился бутон а потом раскрылся вот такой фарфоровый красивый цветок это растение ароматное аромат у него очень приятный цветочный ну и если посмотрим на габариты самого цветка то он достаточно крупный по сравнению с самим растением довольно неприхотливый растет у меня на блоке и если заглянуть в интернет то можно увидеть какие охапки цветов может выдавать это растение когда цветет то есть один цветок это ничто с тем что как он может цвести поэтому будем ждать будем выращивать и надеюсь уже на следующий год у меня появится больше цветов пафеопедиум хеннельда сейчас у меня цветет это не мое цветение я его получала где-то два месяца назад или два с половиной даже и он уже пришел ко мне в предцветущем состоянии поэтому как зацвести я его не буду рассказывать как вы зацвести а покажу просто размеры растения для тех кто как я когда-то искал или ищет это растение для того чтобы перед покупкой чтобы посмотреть какие размеры у него и так вот перед вами клон название его будет внизу латинскими буквами и этот клон уже выведен более с более яркими цветами так как природный вид может встречаться более менее яркий и ценится цветы более фиолетовый цвет как бы этот цветок у нас открылся вчера или позавчера даже и парус еще не сумел хорошенько выпрямиться так а вот этот цветок он уже цветет где-то месяц сама стрелка может вырастать до 75 сантиметров то есть растение очень крупная достаточно ну а листовая пластина вот как мы видим по сравнению с санцветин вот рядом стоит да он где-то 5 сантиметров в ширину и длина листа 30 сантиметров бывают конечно карлики ну вот я такого карлика не нашла цветов бывает до 7 штук но опять же это зависит от клона если вам повезет то у вас будет 7 цветов на это очень в редких случаях в основном это 4 цветка и размер самого цветка доходит самый такой знаменитый был это 17 сантиметров самый крупный вот но у меня получается здесь 12 сантиметров у я сейчас вынесла как раз его на солнце чтобы вы посмотрели его цвет такой красавец ну и само растение то есть очень крупные у него листья и розетка сама по себе мой психопсис конечно большой лентяй потому что если он цветет значит он только цветет расти он не хочет и вот на протяжении уже наверное одного года он все время выдает мне цветы но в этот раз произошло такое очень интересное событие на одной цветоножке он выдал аж два цветка то есть вот этот большой цветок который распустился 1 и вот здесь вот рядом еще один вот такой красавчик но новых бульб пока у нас нету еще один дебютант который у меня здесь распускается это дендробиум пендулом к сожалению я не смогу вам показать полный распуск так как завтра я уезжаю но покажу вот хотя бы немножко красивая такая расцветка у него этот дендробиум живет у меня третий год в прошлом году мы никак не могли процвести то есть он подсушил свои бутоны ну а в этом году получается у меня четыре бутончика очень он такой красивенький ну и конечно говорят что он цветет не очень долго поэтому думаю что не увижу его цветы ну а кто цветет уже давно это у нас мой старичок очень интересные мелкие цветы но очень сильно пахнут этот дендробиум тетрагоном который цветет и со старых псевдовульб бывает он цветет даже несколько раз в год но вот у меня по весне он цветет очень обильно неприхотливое растение живет он у меня на террасе всю зиму выносит температуру даже до минус одного ну и по весне вот так вот начинает цвести снять его очень сложно потому что такие цветочки у него в разные стороны и вот как раз старая псевдобульба которая уже цвела по моему два раза выдала вот такие два цветочка но а вот это вот цветет первый раз псевдобульба мы сдавали от декумана как раз сейчас почти в полном распуске вот так даже красиво выглядят ее бутончики в этом горшке у меня посажены два сорта то есть один темный вот как раз и мы можем видеть темный цветок и светлый светлый цветет намного охотнее темный более капризный но это вот в моих условиях посадила я в общий горшок потому что чтобы было легче их поливать когда уезжаешь и вот мы можем сравнить насколько светлее светлый сорт летом прошлого года я ее пересадила полностью в триферм и ей очень это понравилось и вы есть видео мы хорошо пережили прошлое лето хотя она была очень жаркая ну а зимой конечно ей очень нравится здесь у нас большие перепады прохладно она у меня стоит все всю зиму на улице но весной уже хорошо зацветает вот такое обильное для этой мы сдавали цветение потому что кустик был достаточно хиленький но сейчас уже подрос и на этой красивой тилансии хочу закончить видео это у нас тилансии хьюстон красная королева цветет у нее аж четыре соцветия и такие приятные цветочки такого нежно фиолетового цвета желаю вам конечно теплой весны и не забываем что все проходит а люди должны оставаться людьми до встречи на